Патриотизм и псевдопатриотизм А вот псевдопатриоты, они довольны всем, они готовы не замечать ни коросту, ни раковые опухоли на теле родины. Вот так это вижу я. Знаете, вот решил сегодня поговорить о патриотизме. Когда-то, во времена моей молодости и детства, можно сказать, детства, юности и молодости, патриотизм был безотносительно позитивным таким словом и очень хорошим понятием. Что же произошло? Дело в том, что раньше под патриотизмом подразумевалось однозначно такое понимание, что это любовь к родине. А вот родина слова не расшифровывалось. То есть был это некий совокупный такой образ, родные края, леса, поля, реки и так далее. Ну и, конечно, народ и все такое. Вот очень трудно, значит, оперировать какими-то понятиями, которым не дано четкое, ну скажем так, определение. Тогда очень легко все подменять одно другим. И вот в этом вот определении произошли некоторые изменения за последние годы. Заключаются они в том, сейчас я как капитан очевидность буду говорить, что слово родина все больше пытаются синонимизировать, то есть сделать его синонимом слову режим, например. Режим, строй, власть может быть. То есть ты не патриот, если ты не любишь власть, ты не патриот, если ты не любишь строй, ты не патриот, если ты недоволен теми манипуляциями, которые производит режим с твоей страной, с народом и так далее. То есть мы, получается, начинаем разделять народ, власть, и почему-то оказывается, что власть и режим – это вот как раз родина, а народ – это вот он должен быть патриотом. То есть он не представляет собой часть родины, он является таким сторонним наблюдателем, который должен это вот, то, что в стране там от него, значит, родиной называют, режим, власть и так далее, это любить. И вот тогда он патриот. А если он этого не делает, то он, соответственно, не патриот. И вот я задумался, почему это произошло за последние годы только, или это вообще существовало раньше. Все-таки мы 70 лет жили, можно сказать, за железным занавесом практически, да. И у нас формировалась идеология очень долго такая, что мы не имели правильного представления о том, о чем думают люди в других странах и государствах. Мы имели представление ровно такое, какое было отрактовано нам идеологией в самые разные времена. И во времена Союза, и во времена Перестройки, и вот сейчас тоже. Это, похоже, продолжается хотя бы в меньшей степени. Во времена Перестройки-то как раз гласность стала настолько велика, что мы как раз и узнали все именно тогда. То есть, тогда прорыв был информации, прорыв гласности, а сейчас потихонечку все это снова затихает. Но уже нахватавшись тогда всего этого, открывшееся однажды окно, оно было не просто как форточка приоткрыто, а стекло было разбито. Теперь, какими ватниками, ватными, вернее, одеялами и тряпками окно это не затыкает, все равно остаются щели, в которые дует, как говорится, ветер свободной информации. Ну так вот, на самом деле я решил посмотреть, а что же говорили о патриотизме в разные времена и в разных странах, чтобы сложить какое-то представление себе об этом. И знаете, что я был просто удивлен до глубины души, что чаще всего о патриотизме все известные, ну не все, конечно, но очень известные люди, философы, литераторы, гуманисты различные, просветители и вообще общественные деятели, почти никогда не говорили позитивно. То есть, всегда патриотизм ассоциировался у них, имел какую-то негативную коннотацию. Я увидел вот какую закономерность. Они смотрели гораздо шире и видели, что для большинства людей патриотизм воспитывает прежде всего чувство некого превосходства своего народа, своей страны, своего государства над соседними странами. А вот это чувство превосходства некое, оно не позитивно совершенно, оно негативно. Потому что, ладно бы это превосходство, если оно базируется еще на действительно каких-то высоких достижениях, на чем-то еще, но если этого реально нет, то начинаются выдумываться различные идеологические гиподоплеки, почему соседи хуже, а мы лучше. И то, что мы принадлежим вот к этому лучшему народу, к этой лучшей стране, и должно порождать определенный патриотизм. А на самом деле все это потихонечку всегда перерождается в какую-то штуку, похожую на фашизм, там, расизм, нацизм, еще что-нибудь, или по какому-то другому параметру. То есть, мы начинаем людей разделять на своих и чужих. Вот, на какие-то, и то, что у нас, почему-то по каким-то критериям должно быть лучше. Это никак не роднит абсолютно народы. И такой патриотизм, он всегда деструктивен абсолютно. Ничего хорошего не приводит. Вот, я думаю, что в фашистской Германии в свое время люди, которые безоговорочно верили Адольфу Гитлеру, не были величайшими патриотами своей страны в тот момент. Они любили свою родину, они любили свою власть, не любили все и ненавидели всех вокруг. Это были самые лучшие, идеальные патриоты своей страны. А вот тех людей, которые начинают говорить, что нет, понимаете, все как бы одинаково, и люди во всем мире одинаковые, наша родина типа хорошая, но и другие не хуже, их начинают шельмовать и клеймить. На них навесили ярлык космополитов, хотя космополит великолепное совершенно слово просто и понятие. Человек, для которого родина, вся планета, земля, весь мир. Это же здорово вообще. Не замыкается ни в чем. Ну вот, а его, в смысле, шельмуют. Патриотизм это, понимаете, патриотизм это сепаратизм. Сепаратизм в понимании планетарном. Когда мы искусственно разделяем народы по какому-то совершенно непонятному признакам, и критериям, вернее, мы, не мы, а те, кто это делает, они-то понимают, эти критерии понятны совершенно, на самом деле, только они не обоснованы никак, они из пальца высосаны. Так что патриотизм это сепаратизм на планетарном уровне. Термин я, это вот определение я только что придумал, вот прям в сию секунду записываю данный подкаст. Я пишу, в общем-то, так экспромтом, хотя вот я цитаты, которые сейчас я буду приводить, я поднабрал. Так вот, что говорили великие люди о патриотизме в разное время. А патриотизм это религия бешеных. Оскар Уайт. Если собака водит на луну, это религия. Если она лает на чужака, то это патриотизм. Дэвид Стар Джордан. Патриотизм – разрушительная психопатическая форма идиотизма. Джордж Бернард Шоу. Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. Для управления, отречения от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Лев Николаевич Толстой. Вас делают одинаковыми, чтобы управлять вами. Когда начнется война, вас превратят в патриотов. Жак Фреско. Умер год назад, наверное, может немножко побольше. Два года назад он умер. Очень интересный человек был. Любил я смотреть его видео, книги его читать. Такой гуманист-философ современности, такой технической самгенаправленности. Очень верил в кибернетизацию, механизацию, автоматизацию всего на свете. Но в то же время был интересный философ. Древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Это его естественное удобрение. Томас Джеффисон. Преимущество патриотизма в том, что под его прикрытием мы можем безнаказанно обманывать, грабить, убивать. Мало сказать, что безнаказанно, а еще и с ощущением собственной справоты. Олдос Хаксли. «Не может быть непатриотичного искусства, непатриотичной науки». Йоганн Гёте. «Героизм по команде, бессмысленная жестокость и омерзительная бессмысленность, называющаяся патриотизмом. Как сильно я ненавижу все это, какой низкой и подлой является война». Альберт Эйнштейн. «Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну, но еще важнее, чтобы ты был готов жить ради нее». Теодор Рузвельт. Хорошо сказано, да? А вот можно заметить, что в последнее время идет такая тенденция, что за страну-то... Что стране, в кавычках, да, читай, режиму. Не нужно, чтобы ты жил ради страны. Ему нужно, чтобы ради страны ты умирал. В войнах, ну и по здоровью, по состоянию, как можно быстрее. Не задерживался, что ли. Вот так вот, друзья мои. Ну, это вот такой экспресс-анализ. Конечно, на самом деле, если разбираться в понятии патриотизма, то изначально оно, конечно, очень позитивное. Вот, если так, навскидку. Патриотизм – любовь к Родине. Единственное, только я говорю, что, чтобы понять все до конца, надо дать определение тому, какое понятие Родины мы вкладываем в это определение патриотизма. То есть, о какой Родине мы говорим, когда мы даем определение патриотизма. То есть, от этого патриотизм сам по себе в определении хуже не становится. Его меняет одна единственная переменная. То есть, то, что мы, вы знаете, типа, патриотизм равно любовь, умноженной на Родину, условно говоря, вот так вот. И вот эта переменная Родина – вот такая штука, от которой все и зависит, чему будет равен патриотизм. Вот, от этого зависит. Предположим, что любовь – это некая константа. То есть, она либо есть, либо ее нет. Вот, если она есть, это единица, например, или какой-то коэффициент. Но патриотизм – это равно, там, предположим, А – это любовь, которая константа, умноженная на Родину. А Родина – это переменное понятие. Какое, что мы вложим туда, то мы, соответственно, получим на выходе в понятии патриотизма. Поэтому, собственно говоря, подменяя понятие Родины, можно совершенно извратить или преподнести патриотизм под тем соусом, под которым хочется это делать. Ну, вот так, друзья. Готов с вами обсудить эту тему. Она такая абстрактная. Она не привязана к конкретному какому-то государству. А знаете, почему? Потому что, на самом деле, это работает абсолютно для всех, наверное, государств современных. В той или иной степени это происходит абсолютно везде. Так что… И да, и, кстати, не только сейчас, оказывается, видите, и раньше это происходило, и сто лет назад, и… Ну, в прошлом веке, короче говоря. Так что, интересно. Какие из этого следует сделать выводы, если уж каждый в отдельности считает, что не в состоянии на эту ситуацию повлиять, то, по крайней мере, какие он должен сделать для себя выводы и руководствуясь какими императивами должен принять для себя решение. Является он, собственно, патриотом или не является. До встречи. Всем пока. Продолжение следует...